Привет друзья! Глядя на талантливого и успешного композитора, автора многих замечательных известных песен Игоря Крутого, с трудом верится в то, что когда-то он еле сводил концы с концами, приходилось экономить даже на продуктах питания. У звезды всё сложилось и в творческой жизни, и в личном плане. Он счастлив во втором браке. Однако за плечами артиста был и первый брак, который распался. Жена считала, что он обыкновенный неудачник. Просто придумал себе, что хочет чего-то добиться в жизни. Первую жену Игоря Крутого звали Елена. Они встретились в Санкт-Петербурге, который тогда ещё был Ленинградом. Было всего третье свидание, когда молодой и пылкий парень предложил красивой девушке стать его женой, он был просто ослеплён её красотой и мечтал прожить с ней всю жизнь. Елене тоже очень понравился симпатичный и амбициозный пианист. Она ответила согласием. И уже очень скоро они стали мужем и женой. Родителям Крутого невестка не понравилась. Они были людьми интеллигентными, умеющими вести себя культурно. Таким же они воспитали своего сына. Елена была полной противоположностью Игоря. Она курила в присутствии матери и отца мужа. Могла выразиться так, что родители краснели. Однако взрослые люди не вмешивались в личную жизнь Игоря, уважая его выбор. Им не хотелось, чтобы сын потом упрекал их в своих неудачах. Молодой жене пианиста хотелось жить красиво, но на тот момент Крутой зарабатывал очень мало, что совершенно не устраивало его супругу. Она часто устраивала скандалы, обижалась, а потом и вовсе приняла решение расстаться с мужем. Несмотря на то, что она находилась на четвёртом месяце беременности, они разошлись. Будущая знаменитость ушёл к друзьям, которые согласились принять талантливого, но бедного пианиста. Крутой гастролировал по стране с фортепианными концертами, но доход от концертной деятельности был маленький. Иногда у него было денег даже на еду, а об одежде и говорить не приходилось. Было время, когда артист ночевал в метро или в поезде, но он всё равно верил, что сможет добиться успеха. После рождения сына Николая Крутой, хотел видеться с ребёнком. Елена была категорически против. Она не хотела, чтобы неудачливый экс-муж виделся с сыном. Игорю удавалось украдкой встречаться с мальчиком, когда он был в детском садике или в школе. Сближение отца и сына произошло, когда Николай вступил в пору подросткового возраста. Тогда потребность видеться с отцом возросла, и они смогли стать настоящими друзьями. 38-летний Николай владеет собственной строительной фирмой. Он говорит, что смог построить бизнес сам. Отец здесь ни при чём. У сына Игоря Крутого хорошая семья, где подрастает двое детей. Прежде чем добиться заслуженного успеха, Николай получил хорошее образование, а потом смог организовать собственное дело. Бывшая жена живёт в собственной квартире, подаренной её сыном. Из дома она выходит только по крайней необходимости. Ей нравится проводить время дома. Уборкой шикарной квартиры занимается не она. На помощь приходят сотрудники клининговой компании. Можно только предполагать, как сложилась бы жизнь Елены, если бы она поверила в талант мужа и разделила с ним его неудачи, а потом почивала бы на лаврах. Она не захотела этого и прогадала. Талант композитора стал востребован и признан миллионами поклонников. Игорю Крутому после развода ещё 15 лет пришлось жить в стеснённых условиях. Но потом судьба всё компенсировала сполна. Он стал богатым и успешным. И смог встретить любимую женщину, с которой счастлив и сегодня. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.